Разгрузка медицинского персонала и максимальная экономия времени пациентов. Теперь Барнаульская поликлиника номер 9 стала бережливой, как и задумывалось в рамках Всероссийского проекта. Воплощать идею в жизнь в 9 поликлинике начали в июле этого года. Уже сейчас результаты налицо. Система, которая выстраивается в целом по структуре учреждений здравоохранения Алтайского края, она в первую очередь способствует тому, чтобы пациенту было понятно прохождение в трехуровневой системе здравоохранения. В поликлинике появилась информационная лабораторная система и открыли электронную очередь на забор крови. Плюс ко всему для внеплановых срочных приемов больных открыли отдельный кабинет терапевта. Благодаря этому вдвое сократились очереди на прием к врачу и на процедуры. Легче стало и самим медикам. Благодаря электронной системе теперь медсестре не нужно заполнять несколько бланков. Все находится в одном. Организаторы проекта «Бережливая поликлиника» старались завершить работу максимально быстро и качественно, чтобы успеть к юбилею Алтайского края и преподнести подарок пациентам и медикам. И замечательно, что мы с вами встречаемся в год 80-летия Алтайского края. Мне бы очень хотелось каждому из вас пожелать в этот юбилейный год новых проектов, реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, благодарных пациентов, которые, как сказала Вицина, должны думать только на выздоровление, а значит, начинать уже выздоравливать. Всероссийский проект «Бережливая поликлиника» тесно пересекается с нашим региональным открытой регистратурой, которая уже больше года реализуется в Алтайском крае и также делает их более комфортными и удобными. Постепенно Минздрав России совместно с Росатомом планируют сделать бережливыми поликлиники не только в Барнауле, но и в ближайшее время в Славгороде, а затем и в сельских районах Алтайского края, но уже в упрощенном виде. Ирина Музыка, Николай Государкин, Новости.